Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, мы вновь в эфире. Сегодняшняя тема. Кредитные карты в России. Как выбрать оптимальный продукт на рынке. Тема несколько узко специализированная. И тем не менее, все равно мы будем говорить о том, что нам интересно прежде всего. Значит, представлю я сегодняшних гостей. В студии сегодня Артюхов Анатолий. Вот так тебя почему-то обозвали. Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп. Добрый вечер. Добрый вечер. И в студии Максим Чубак, заместитель начальника управления программ лояльности Норда и Абанка. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, у вас все те же возможности присоединиться к нашему разговору. Первое из них – позвонить по телефону в студии. Называю его 6510996, код Москвы 495. Также это сделать вы сможете, зайдя на сайт finam.fm и задать вопрос там. Либо, как многие уже делают и правильно делают, присоединиться к нашему разговору в режиме видеоконференции на сайте finam.ru. Все, что происходит сейчас в нашей студии. Эти счастливчики имеют возможность не только слышать, но и видеть, и что, собственно, делают. И, соответственно, задать вопрос, касаемо сегодняшней темы. И последнее приготовление, может быть, оно несколько отличается, или оно не в тему сегодняшней программы, но я не буду отступать от правила. Последнее приготовление, все-таки давайте я озвучу, что происходит на финансовых площадках. В 18.05 в Москве и все сегодня красным, красным рисуется все красным. Сегодня, к сожалению, после вчерашнего оптимизма, да, рынки долго не смогли все это переносить и начинают корректироваться. Индекс РТР 1.443 пункта на текущий момент, теряет он чуть больше полпроцента. Индекс ММВБ почти процент, 1.410 его текущая котировка, что сделают американцы после вчерашнего тоже красного закрытия. Мы с вами узнаем через полчаса. Сырьевые рынки теряют нефть марки Brent практически полпроцента. 108 долларов за бочку стоит она. У нас золото сегодня, да, в очередной раз доставляет хлопоты тем, кто надеется, что оно все-таки вырастет до 2000 за унцию. 1695 в моменте, также минус полтора процента. Индикаторы валютного рынка, наоборот, наполнены оптимизмом. Евро-доллар ударился в 1.31 чуть раньше сегодня. Ну и основной набор голубых фишек, также красным сегодня выглядит. Лидерами падения я называю полюс золота 2%, Роснефть по-прежнему не уверен. Ростелеком также теряет и Уралкалий минус 2,2%. В общем, вот такая вот история у нас с вами на финансовых площадках. Ну бог с ним, поживем увидим. Ничего плохого, как минимум, да, в глобальном перспективе мы с вами не наблюдаем. Давайте вернемся к нашей сегодняшней теме. Я напоминаю, что этот разговор в рамках так называемой финансовой коллекции, которую проводит радиокомпания Финам-ФМ для своих любимых слушателей. Итак, тема. Напоминаю, кредитные карты в России, как выбрать оптимальный продукт на рынке. Толь, давай начнем с тебя. Озвучь, пожалуйста, как он выглядит, этот самый рынок. Рынок кредитных карт. Рынок кредитных карт выглядит просто блестяще в настоящее время. Феерично. Ничего там только нет. Абсолютно верно. И все больше, и больше, и больше становится пакет, так сказать, продуктов и услуг, которые предоставляются посредством банковских карт. Банковская карта, это же что такое? Это такое средство замечательное, придуманное в свое время людьми. Про историю в предыдущих мы передачах разговаривали. Не, ну про историю и сегодня можно поговорить. Всегда интересно. Чем мне нравится карта? Тем, что она в себе сочетает две вещи. Во-первых, с одной стороны, банк-эмитент, который очень любит своих клиентов, предоставляет им все услуги, которые востребованы. А как по карте это видно, что он очень любит, как ты сейчас вот изображаешь, своих клиентов? По карте это, как правило, не видно. Не видно. Да, потому что я знаю достаточно много очень богатых людей, которые принципиально берут самого низкого ранга карточку Маэстро или Виза Электрон. Ну то есть это они просто скромничают, видимо. Да, да. С другой стороны, есть платежная система, логотип которой указан на карте. То есть фактически, кстати, это далеко не все пользователи карт знают. Фактически, имея у себя карточку Виза или Мастеркард любого банка в кармане, они обладают, что называется, платежной системой в кармане. То есть держатели карт, на которых логотипы платежных систем имеют огромное количество возможностей и привилегий, которые гарантированы уже не только банком, но и самой платежной системой. Здесь и экстренная поддержка, если украли деньги, карту. Это экстренная замена карты и так далее. Ну это поддержка какая-то моральная поддержка? Нет, она вполне материальная, я бы сказал. Вот, например, по золотым картам, насколько я понимаю, банкомитент обязан в случае кражи, где бы ни находился держатель, обращается в любой банк этой же платежной системы, ему в течение суток на любой адрес должны доставить карточку замену. Или в рамках там остатка на счете или кредитного лимита выдать наличные деньги в удаленном режиме, не нужно никуда бежать и так далее. Ну это экстренные услуги. Потом страхование, юридическая помощь, есть, которая обеспечивает сам банкомитет, есть платежная система. Ну это две разные вещи, да? Банкомитет и платежная система. Это две разные вещи, но все в одном флаконе. И в этом одна из прелестей. Максим, на твой взгляд, насколько насыщен рынок подобных услуг именно в России? Ну, по сравнению, например, с западными аналогами. Ну на самом деле в России в настоящее время рынок кредитной карты находится в стадии такого расцвета. Вот именно он продолжает расти, он продолжает развиваться. Потому что традиционно, в отличие от западных систем, где движение шло от кредитных карт к дебетовым, у нас все произошло немножко наоборот. То есть рынок кредитных карт зародился относительно недавно, он продолжает развиваться. Это действительно хорошая альтернатива, в том числе классическим кредитам наличными. И сейчас с ростом финансовой грамотности в том числе населения все больше клиентов банков именно предпочитает воспользоваться кредитной картой, чем, допустим, экспресс-кредиты или что-то еще. Это удобно. Это удобно. Да, кстати, забыли про консьерж-сервис, по-моему. Про что им забыли? Дело в том, что по премиальным картам платежные системы оказывают такую полезную услугу консьерж-сервис. Это что значит? Скажем так, консультационные услуги, по которым можно позвонить по телефону в выделительной линии и, допустим, заказать билеты в кино или узнать расписание рейсов. Да вы что? Ну вот оно как. То есть это такая идея, что мы предоставляем вам банковские услуги, но в принципе мы можем любые другие. Абсолютно верно. Любой каприз за ваши деньги. Да, обращайтесь. Только обращайтесь. Ну так рынок в России, тем не менее, он цивилизован, он насыщен. Он абсолютно цивилизован, он насыщен. Правда, кредитных карт я бы, ну пока, к сожалению, а может и к счастью, не подавляющее большинство. Насколько я понимаю, за последнее время очень сильно выросло количество выпущенных, предоплаченных и виртуальных карт. Вот за счет этого чуть-чуть снизилась доля дебетовых расчетных карт, а кредиты, они примерно, вот, кредитные карты остаются в своем, так скажем, диапазоне. Я понял. Хорошо. Тогда давайте, собственно, непосредственно о теме начнем разговаривать. Как выбрать оптимальный продукт на рынке? Ну вот, даже сейчас, да, пяти минут было достаточно. Ваших выступлений, что у меня сложилось впечатление, что на отечественном рынке кредитных карт огромное количество всякой всячины. И разобраться человеку не подготовлено. Вот Максим заговорил, кстати, о финансовой грамотности населения. Это вещь все еще до конца не изученная. Что такое финансовая грамотность нашего российского населения? Как правило, да, человек оперирует какими-то более-менее значимыми терминами. Ну, точнее так, доля населения, да, если говорить об общей массе, не превышает 2-3 процентов, да. В то время как в развитых экономиях, в развитых странах, это 30-50, может быть, выше. Поэтому о финансовой грамотности здесь, наверное, надо все-таки говорить осторожно. Так вот, как разобраться в этом огромном, безграничном предложении? Здесь можно пойти двумя путями. Либо самостоятельно, заходя практически на сайт каждого банка, собирая информацию, изучая... Это ужасно. Это сколько времени уйдет на это? Через полтора часа уже мне не захочется. Ни кредитной карты, ни... Либо второй вариант, это найти специализированный сервис, который специализируется на предложении тех или иных продуктов, вкладов, кредитных, кредитов, кредитных... То есть это сервис некий объединяющий, да, всю эту информацию? Он не просто объединяет такие сервисы. Там есть специально обученные люди, которые сидят и это все анализируют и подсказывают. То есть дают фактически сразу ответ. Это так вот, например, сервис, это кредит карты онлайн. Там есть много специалистов, причем даже из самих банков, которые получают вопросы пользователей сервиса. Я понял. Толя, извини, я тебя перебью. У нас звонок есть, да, чтобы мы не мучили нашего слушателя. Поговорим с ним. Костя, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Значит, по поводу выбора кредитной карты. По своему опыту очень рекомендую выбирать кредитку там, где в том же банке, в котором зарплатная карта дает очень хорошее преимущество. К чем они преимущества эти? Значит, смотрите, у кредитных карт есть кредитный лимит. Вот, например, мой банк позволяет делать так, что я могу несколько раз зарплатные карты на кредитную и обратно перегнать деньги и как минимум там еще на 60 дней там увеличить себе этот лимит. Вот, под 1% это получается перегонять. Вот, плюс, опять же, если требуется обналичка, то тоже очень удобно. С кредитной карты переводятся деньги на зарплатную через клиент-банк и выводятся беспроцентно через банкомат или отделение банка. То есть с кредитной карты снять нал, это очень страшно. Ну, страшно, да, по крайней мере, там будут проценты. Да, это приводит, ну, это тут же отключает лимит, это тут же как бы там... Костя, Костя, я прошу прощения, у нас сейчас новости, и мы продолжаем. Спасибо за вопрос. Итак, продолжаем наш сегодняшний эфир. На финал ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодняшняя тема «Кредитные карты в России. Как выбрать оптимальный продукт на рынке?» Ну, на самом деле, проблема выбора – это проблема самая очевидная последних нескольких десятилетий. Я все время вспоминаю о том, что в советские времена было счастливо жить. Почему? Потому что не было выбора, как правило. Было то, что было, и этому мы радовались. Как только появилось вся вот это вот испортившее сознание, да, это изобилие, изобилие, да, мы все время стоим перед проблемой выбора. Поэтому сегодня мои уважаемые гости, я напомню, в студии Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финансгрупп и Максим Чубак, замначальник управления программ лояльности «Нордия Банк». У вас огромная, важная, стратегически важная задача объяснить нашим слушателям, да, на основании чего сделать этот выбор. Потому что, повторю, это, конечно, проблема. Ну, вернемся к звонку нашего слушателя. Константин озвучил, я так понимаю, если не так я понимаю, меня поправьте. Озвучил идею того, что правильнее было бы, удобнее, да, или как-то еще там комфортнее, было бы выбирать кредитную карту в том банке, в котором получаешь зарплату. И в этом есть абсолютные преимущества. Так, Толя? Абсолютно верно. Ну, помимо озвученных преимуществ, еще какие-то есть там? Правда. Более того, некоторые банки к зарплатной карте предоставляют лимит овердрафта. То есть здесь все вообще, все услуги, все получаются одним средством. Я понял. Притом очень удобная, на самом деле, опция овердрафт в зарплатной карте, потому что фактически потенциальному держателю этой карты даже не нужно прикладывать никаких усилий по погашению от овердрафта, потому что начисляется зарплата и... И он автоматически гасится, да? Автоматически гасится овердрафт. То есть фактически можно занять до зарплаты. Это удобно. Да, это удобно. Раньше мы это делали либо друг у друга, либо, я вспоминаю, мама мне рассказывала, у них была так называемая касса взаимопомощи. Да. Да, плюс есть еще один нюанс, что многие банки предоставляют именно клиентам, которые являются сотрудниками зарплатных проектов банка, специальные условия обслуживания именно потому, как они, ну, привилегированные, ну, нет, не то слово, не привилегированные, а именно имеют отношение... Свои. Свои. Да, да, для своих. То есть это могут быть какие-то специальные условия с точки зрения ценовых параметров, то есть сниженная процентная ставка, увеличенный лимит, кредитование, упрощенный пакет документов и много-много чего еще. Я понял. Хорошо. Давайте, тем не менее, вернемся. Я буду вас просить систематизировать. У вас огромное количество информации. У наших слушателей она тоже есть, да, может быть, в меньшей степени, но она не систематизирована. Наша с вами задача, ваша, прежде всего, систематизировать. Как выбрать оптимальный продукт? Значит, Толь, ты рассказывал о том, что есть специальные ресурсы. Не надо шастать по сайту каждого банка, хотя есть неплохие сайты, наверное. И мало того, что не надо шастать, так еще уже там уже информация подготовленная. Специалисты уже все почитали, все, что надо, позадавали вопросы сотрудникам банка. И это уже систематизировали. Здесь уже смотришь. То есть фактически у нас выбор... То есть тебе надо самому определиться, да, чего ты хочешь. Выбор, да. Абсолютно верно. Это самое сложное. Ну, выбор, скорее, все-таки не карточки происходит, а выбор банка, в котором ты хочешь обслуживаться. Ну, а так, выбор услуги сначала, да? То есть мне надо определиться, чего я хочу. Потом, где я хочу эту услугу получить. Так, Максим, да? Такая цепочка или все-таки иначе, что ли? Ну, наверное, такая цепочка, да. Да, такая цепочка. Естественно, что вначале нужно отталкиваться от своих потребностей, потому что потребности у всех свои, естественно. Затем уже можно перейти к выбору банка. Тем более, что, в принципе, можно условно сказать, что ключевые параметры кредитных карт, они относительно паритетны. То есть все вот эти кредитные карты, условия, они похожи. Похожи. Так или иначе. То есть после того, как потребность, личная потребность определена, можно перейти к тому, что больше нравится. А больше нравится уже по каким параметрам? О, здесь на вкус и цвет товарища нет. Давай, давай. Почему-то наши, ну, не знаю, я не совсем согласен, но тем не менее, большинство считает, что самый главный параметр это процент по кредиту. Почему ты не согласен? Это очевидно. У меня субъективное мое мнение. Это мои расходы. Чем меньше я расходов понесу, тем мне приятнее, нет? Это только... Ну, вот мне кажется, что это достаточно условно. Ну, вот у меня карточка была, еще на заре появления кредитных карточек с достаточно высоким процентом, считалось. 29 годовых, плюс еще куча там других накруток, но я просто думал, вот вопрос. Со 100 тысяч фактически я плачу всего 2-3 тысячи рублей в месяц процентов. Со 100 тысяч. Ну, мне кажется, это несущественная сумма. Все считают, начинают умножать на 29, а делить на 12 забывают. Забываешь, да? Да. Я должен признаться, у меня до сих пор такая карта. Именно с такой процентной ставкой. Но не пугает. Вот меня тоже это на самом деле... Ну, я, Максим, я предположу, что тебе просто, ну, давай так, не лень, конечно, а не досуг просто тебе, да, поменять ее на более лояльные условия какие-то. Ну, так вот сложилась жизнь. Ну, есть она и есть и лежит. Я, в свою очередь, в свое время, извини, мне кажется, примерно та же история, я в свое время переходил с тарифа на тариф примерно вот так же. То есть, однажды, когда я имею в виду мобильную связь, мобильную связь, однажды ты купил телефон, какие-то были сумасшедшие тарифы, это тоже еще в начале, да, и стоили бешеных денег. Ну, и как-то есть... 32 доллара. О, и как-то есть этот телефон, и звонишь, звонишь, звонишь. А потом, я не помню даже по какой причине, я через несколько лет пришел к оператору, абсолютно не связывали. Она посмотрела и говорит, боже мой, у нас таких тарифов уже нету давно, ты что платишь такие деньги? А что это? Давай я тебя и перевела. Нет? Не в этом причина. Не в этом, конечно. Вот здесь мы, собственно, подошли к потребностям, на самом деле. Потому что помимо процентной ставки по кредитным картам есть другие опции. Например, льготный период кредитования. Вот, собственно говоря, мои потребности, эта карта покрывает силу того, что я, как правило, гашу этот льготный период. Да, и эта цифра не важна, да? Потому что я все равно ее не плачу. И вот это, в данном случае, вот соглашусь с тем заключением, что процентная ставка, на самом деле, это в данном... Субъективная. Да, достаточно субъективно. Ну, если вовремя отдавать, то, конечно, она вообще не имеет значения никакого. Ну, вообще для потребителей кредитная ставка, она действительно существенна. Поэтому вот достаточно крупные банки, имеющие большую аудиторию, они могут смело задирать кредитную ставку. И поэтому люди достаточно часто и правильно идут в не очень большие, но стабильные банки. Я вот, например, с вменяемыми красивыми процентными ставками. Я вот знаю, что замечательно с Финам.фм сейчас проводится акция у банка Финам о том, что слушатели Финам.фм получают скидку на 2% пункта по кредитной карте. Мне понравилось, как ты ее обозвал красивой, эту ставку красивой. Это очень романтично. Значит, по поводу, по поводу, по поводу... Вылетело из головы. Ну, давайте так, вот я пишу, значит... Первая кредитная ставка. Опция, да, кредитная ставка, процентная ставка. Дальше у нас зеленый период, это как он называется? Гресс-перед. Ну, льготный период. Льготный период. Практически у всех наверняка сейчас, да, те, кто на рынке, более-менее вот вплотную стоят, у всех он есть. Потому что некоторое время назад у кого-то был, у кого-то не был. И, соответственно, практически у всех он примерно одинаковое время составляет. Это сколько? Ну, у нас в России в районе 50 дней. Идти, то есть, ну, грубо, два месяца, да? Где-то два месяца. Но есть уже приятные исключения. Например? Ну, можно не называть, а сколько это? Сто дней. Сто дней до приказа, боже мой. По-моему, даже двести я где-то слышал. А вот это что, это демпинг уже? Вот такие предложения делают те, кто не может конкурировать? Нет, те, кто любит своих клиентов, я бы сказал. Я даже знаю, кто это делает. Так вот, вспомнил я вопрос, который я тебе хотел задать. Ты говоришь о том, что большие глыбы на рынке, да, крупные банки имеют возможность поднимать процентные ставки. Да, и тогда клиент говорит, ой, мама родная, я столько не потяну. И пошел он искать счастье в другом месте. И вот мне не совсем понятно, а где логика большого банка? Он таким образом отпугивает клиента. Зачем ему это нужно? Такой отток, он не сильно существенен. Зато поднятие процентной ставки по остальной клиентской базе с лихвой компенсирует. Ну, то есть на круг, да, это выгодно. Итак, сто дней этого самого льготного периода, это, конечно, серьезно. Это серьезно. Хорошо, дальше, под номером три. Итак, мы об опциях говорим. Да, я посмотрел на процентные ставки, сделал выбор. Я посмотрел, где есть вот этот годный период, сделал выбор. На что еще надо посмотреть? Очень часто люди обращают внимание на стоимость получения наличных. Это вот, кстати, о чем Константин говорил. Он говорит, да, с кредитки вообще это слезы снимать наличные, потому что там сразу ба-бах. Мне кажется, что это очень важно для наших граждан Российской Федерации. Все-таки, если за пределами МКАД, там, я не знаю, Москвы, Питера, Екатеринбурга, все-таки, хоть и очень распространенные карты, но потребности в наличных все-таки, они острые, так скажем. Больше, больше, да? Да. Причем именно исходя из возможностей. Да. Кстати, могу добавить. Буквально сегодня ради интереса посмотрел статистику ЦБ по, собственно говоря, использованию карт. Вот, даже в Москве у нас 78% операций приходится на снятие наличных по карте. С кредитки причем, да? Нет, в принципе. Там все подряд. В принципе. Я к тому, что снятие наличных, это остается основной целью именно там потенциальных заемщиков при оформлении кредитной карты. Ну, и тогда логично, да, если это стоит, снятие наличных что-то стоит, тогда это проблема. И как ее решать? Опять есть какие-то предложения в этом смысле? Чтобы чины иметь, есть многие каналы, как наш слушатель сказал, он предложил один из вариантов. Так. То есть кредитку брать в том банке, где у тебя есть дебетовая или зарплатная карта? Абсолютно верно. Второй вариант, ну, вот, можно, как возможный вариант, держать две карточки. Одна зарплатная там в случае необходимости снимать в банкомате этого же банка денежки. Там получается, как правило, бесплатно. А кредитку использовать исключительно для операций в торговле услуг. То есть вообще без наличных. Да, наличные снимают. Абсолютно минимизируются, так скажем, расходы на получение наличных и как можно чаще использовать карты в магазинах. Собственно, как кредитная карта и задумывалась. Это прежде всего расчетные средства. В первую очередь. Чтобы не носить, да, в кармане наличные. Даже на всякий случай, да. Даже на всякий случай. Ну, действительно, случаи разные бывают. Иногда они необходимы, потому что просто нет другой возможности. Хорошо, хорошо. Значит, снятие наличных. Пишу я под номером три. Ну, времени немного. Мы начнем. Номер четыре, Толя. Что это? Дополнительные услуги. О, а их? А их очень много. А их много. По-настоящему много. По-настоящему. Ну, давайте какую-нибудь одну назовите. Сейчас вот до новостей, по крайней мере, она прозвучать успеет. Дополнительные карты членам семьи. Угу. Замечательная пауза такая. Ну, так вот, мы сейчас слушаем новости, а потом продолжаем разговор. Продолжаем наш разговор. Уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Кредитные карты в России. И как выбрать оптимальный продукт на рынке». Это сложно. Это сложно, как оказалось, потому что услуга, услуга достаточно востребована и главное, что многогранна. Говорим мы сегодня на эту тему с моими гостями в студии Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп и Максим Чубак, заменитель начальника управления программ лояльности Нордеобанка. Ну, и я попросил их уж, извините так, используя административный ресурс, настойчиво попросил, чтобы мы составили список по каким опциям мы выбираем известный продукт. Вот у нас уже список этот полнится, ширится. Первая очевидная деталь – это процентные ставки. Надо их сравнить, хотя я услышал от обоих гостей, что разница невелика. Динамики здесь особо и нет, а примерно одни и те же процентные ставки, по крайней мере, у ведущих банков. Далее. Льготный период. Это также услуга достаточно востребованная и многим она предлагается. И сейчас мы говорим о том, что в некоторых случаях это достигает… Точнее, не так. Среднее – это два месяца, среднее, а в некоторых случаях это достигает и 100 дней, а то и 200. Ого-го. Далее. Услуга снятия наличных. Желательно, чтобы она, да, ничего мне не стоила. И в этом случае опять это будет очевидным преимуществом при моем выборе. И четвертая интересная деталь – некие дополнительные услуги, о которых начал рассказывать Толя. И мы пошли на новости. Их огромное количество. Заинтриговал он меня. И хотелось… Здесь скорее правильнее расскажет Максим. Максим, хорошо. Доп-услуги. Потому что его тема. Это всегда очень любопытно. Доп-услуги, да? То есть кофе, что там, коньячок. Ну, на самом деле, вот на основании опроса фокус-групп неких, вот мы, например, сделали вывод, что очень большой популярностью у клиентов пользуются бонусные программы всевозможные, которые бывают как кубрендинговые, то есть банд там с авиакомпанией и прочее, так и собственные. В чем они заключаются, как правило, это то есть начисление бонусов за потраченные средства по карте. Эти бонусы можно обменять на подарки, эти бонусы можно обменять на какие-то дополнительные преференции, получить кэшбэк. Кстати, кэшбэк, еще одна опция, в принципе, достаточно. Что это значит, кэшбэк? Ну, так. Переводится страшно в наших условиях. Практически откат. Да, да, да. Фактически это при оплате, допустим, 100 рублей в магазине 1 рубль возвращается обратно на счет, условно говоря. Мстительно, очень похоже на откат. Хорошо. Дальше. Дальше различные дополнительные опции, которые есть. Это страховой полис. Многие банки, они предоставляют страховые полисы, при том они входят в пакет. Максим, я прошу прощения, смотри, вот мне очень интересно. Все это, ну, то, что мы перечитаем, бонусы, это дополнительные условия, ничего не стоящие мне? Или все-таки, ну, тоже живем-то мы в одном отечестве, иногда такое слышишь-видишь. Смотрите, вы обладатель там счастливой карты, золотой карты виза, да, и в связи с этим мы предоставляем вам бонусы. Правда, страховка стоит еще плюс 20%, там что-то, вот эта вот система скидок, еще 15% с вас мы вычтем, и еще, и так далее. А это, как мы уже говорили, насколько банк любит своих клиентов. То есть, зачастую это предоставляется абсолютно бесплатно. То есть, опять, все по любви должно быть. Абсолютно. Все должно быть по любви. С другой стороны, есть сервисы, за которые клиенты готовы платить. За дополнительные. За дополнительные. Но они правильно все-таки будут считаться дополнительными услугами? Конечно. Они даже иногда не совсем банковские. То есть, банки привлекают партнеров, те же самые, например, страховые компании. Вот у меня, например, есть страховка от несчастных случаев, плюс страховка рисков. Но и дополнительно банк спрашивает, там, вот, есть для наших клиентов страховая компания такая, это предоставляет еще ОСАГО, там, я не знаю, КАСКО, на особых условиях. С удовольствием. С удовольствием. Заплачу и с удовольствием. А особые условия, это, как правило, дешевле. Ну, чуть-чуть дешевле. Да. То есть, мы можем, в принципе, назвать еще одну такую опцию от банка, это наличие, так сказать, партнерского клуба компаний, который предоставляет скидки по кредитным картам. Ну, в принципе, по картам банка. То есть, достигается договоренность с предприятиями, торгово-сервисными предприятиями самых разных сфер деятельности, а предоставление скидок. Другими словами, я рассчитываюсь в каком-то ресторане, магазине, вот, который входит в эту партнерскую программу, да? Да. И по чеку получаю скидку еще. Мелочь, но приятно. Так? Условно, да. Почему условно, Максим? Безусловно. Хорошо. Убедил. Хорошо. Я позволю вас прервать. Извините, пожалуйста. Давайте, у нас есть вопросы, и один из них я прочту. Вопрос Андрея. Олег, мнение. Я тоже работаю с обеспеченными клиентами, пишет Андрей. И многие пользуются классикой. И голд им не нужен. Ну, золотая, я так понимаю, да? Не нужна. Ответ просто. Понты. Ну, хорошо. А страховка у него и так есть. Ну, это, я так понимаю, вот он в пику, да, вашим этим самым расписным разговором, рассказом. И вопрос. Если банки нас так любят, почему они, ну, лексику сохраняю, почему они рогом упираются, но хотят отодвинуть введение части закона об НПС, это уже профессиональный сленг, и вы расскажете, что это значит. И просит отодвинуть на два года по пункту о возмещении при неправомерном снятии. Ну, и Андрей пишет, гости меня поймут. Ну, здесь, да, очевидно, речь о том, что... Закон об НПС, это что такое? Национальной платежной системе. А речь, скорее всего, идет о том пункте, который сейчас в СМИ очень часто упоминается, о том, что банки по любому упоминанию клиента, что ему не нравится, что с его счета деньги сняли, немедленно ему возмещают сумму, которая списана с его счета, там, в течение скольких-то часов. Я уже совсем понял. С его счета деньги сняли. А кто это сделал, неважно? А вот в том-то и дело. Разбираться уже потом. Банк должен из своих денег немедленно вернуть, а потом разбираться, суды там и так далее. Он, не он, по его согласию, не по его согласию. Я так понимаю, что речь идет именно об этом. Ну, Андрюш, я сейчас обращаюсь к нашему слушателю. Я, извини, соглашусь тогда, почему банки упираются рогом-то. Ты бы сам, я думаю, то же самое сделал на их месте. Хорошо. А тогда пункт о возмещении неправомерных... А это оно и есть, да? Это оно и есть. Мне кажется, что два разных вопроса наш слушатель затронул. Одно дело про понты. Ну, это уже неважно, действительно, сейчас. Богатые клиенты, к сожалению, кстати, не всегда знают, что предоставляют премиальные карты тех же самых платежных систем. То есть ты имеешь в виду, что они воспринимают именно их как, прежде всего, вот... Ну, кусочек пластика от того или иного цвета. Нет, нет, нет. Если это золотой цвет или платиновый цвет, то он воспринимается именно как статусность. Понты вычеркнем, статусность. Вот он говорит, что нет. Смотри, я рассуждаю так. Многие богатые клиенты воспринимают его как статус и не знают, что, оказывается, за этим цветом скрываются еще какие-то преференции. Огромное количество причем преференций. Какие? Кроме того, что Максим сказал, что у банков есть клубы лояльности, где предоставляются скидки теми же самыми платежными системами. Создан по всему миру пул таких партнеров, где просто оплачивая карточкой золотой той или иной платежной системой, ты просто по умолчанию получаешь скидку. Причем она иногда достигает существенных размеров. Там 15-25, иногда 30 процентов. Ну об этом надо трубить, не просто говорить. Пытаются, но мне кажется, что не все об этом знают. И может быть даже знают, но лень. Лень. Это убедительно. Но только у одной платежной системы мелким почерком список таких партнеров 400 страниц. 400 страниц? Да. Мелким почерком. Ну планета большая, а скидки предоставляются в любой стране мира, условно говоря. То есть, другими словами, есть смысл посмотреть на золотые платья? Конечно. Если есть время. Да, если есть время. Почитать мелким почерком 400 страниц. Еще один вопрос. По виду карты единственные, посмотрю, как в России в 2013 году запустят Discover Card. Знакома эта история, да? Discover Card. Discover – это карта Private Label. Не знаю, какие у нее перспективы в России. Просто не знаю. Может быть хорошие, может быть плохие. У нас есть сейчас, в принципе, так скажем, опыт того, что в России вышли, помимо двух платежных систем, сейчас China Union Pay, по-моему, еще вышла китайская платежная система со своими картами. Возможно, American Express. Соответственно, будет еще один оператор. То есть, Discover Card – это еще одна система, да? Наряду с Visa, с MasterCard. Именно поэтому ты сомневаешься, да? Нет, я не сомневаюсь. Я просто не знаю. Не знаю. Может, у них будет блестящее все. Но, с другой стороны, рынок-то уже поделен. Но рынок у нас очень жесткий. То есть, конкуренция, она дала свои плоды. Они, кстати, откуда? Они американцы? По-моему, да. То есть, у них там есть свой кусок, да? Им тоже много лет. То есть, там она очень распространенная карточка. Но у нас вот только… Ну, смотри, Максим, если вот сомневаться, да, в перспективах выхода этого оператора на наш рынок, то речь идет о том, что предоставление классических услуг, ну, тех услуг, которые предоставляют коллеги, ну, это не сделает конкурентноспособным, наверное, да? Конкурентным преимуществом не даст. А что должен этот Discovery Card такое предложить? Ну, например, или, может быть, ты знаешь, что у него там в стратегии записано, что он выйдет с чем-то, что сразу делает его суперпопулярным, и мы будем отказываться от визы и от MasterCard и бежать туда. Ну, по сути, нужно понимать, что любая платежная система предоставляет прежде всего свой стандартный функционал, а именно расчетные некие функции, то есть обеспечивает своих клиентов средством платежа. То есть здесь никого велосипеда никто не изобретет уже? Ну, в принципе, да. Так, а в чем может быть его конкурентное преимущество? Сложно сказать. В тех четырех пунктах, которые мы обсуждали. То есть у него будет больше бонусов, у него может быть больше партнерских программ, у него будет нежек процентная ставка, у него будет грин-период год. Или два. Или два, год, вечность. И не то, что за снятие я не буду платить, а он мне еще будет доплачиваться. Как в Японии. Это как в Японии и так делают. Серьезно? Ну, это как вариант. Это как вариант. Хорошо. Есть у меня к вам провокационный вопрос, я успею его задать. Отвечать на него будем уже в следующей части программы. Ну, не пугайтесь, ничего особого провокационного нет. Но, тем не менее, он в какой-то степени относится к теме нашей сегодняшнего разговора. Мы говорим о картах, да, о пластиковых картах, о отношении вне каких-то материальных денег, наличных денег. Есть такая, я так понимаю, достаточно интересная и знакомая вам, я уверен, история, которой аббревиатурой выглядит так, УЭК, УЭК, это переводится как универсальная электронная карта. Если это не так, то поправьте, насколько я помню, перейти на нее планируется аж к 15-му году. Теликом по России, а тестовый какой-то опыт будет проводиться на жителях Владимирской области в следующем, в 13-м году. Если это так, ну, я... Не, ну, УЭК, она уже живет. Она уже живет. Конечно. Она живет и процветает. Толя, расскажи, пожалуйста, вот это хорошо или плохо? Ну, или начни этот рассказ, потому что я, честно говоря, запланировал, да, поговорить с вами именно сегодня об этом, потому что слышал от своих сотрудников вот такой кулуарный разговор, что мама родная, что же это такое, нас скоро переведут все на карточки, да, где будет все, все данные обо мне, включая паспорт, включая права, то есть у меня ничего не будет, кроме УЭК. Ну, и уж извините, да, и вопрос был стандартный. А если я потеряю эту карточку, то все, то все, я становлюсь изгоем, потому что у меня не останется ничего. А счастье было так возможно. Ну, у меня смешанные чувства карточки УЭК, именно вот когда оно все, там больше того. Мало того, что все мои персональные данные в социальной сфере, там же еще, предполагается, будет еще банковское приложение на чипе, уже другого банка, уже не государством имитировано. И плюс еще будет электронно-цифровая подпись. То есть весь я, весь я в этой карте, да? И кто завладеет этой картой, завладеет мной, по сути. Ну, при определенных условиях, да. Так что я не знаю, буду ли я счастлив, получив такую карточку. А это обязаловка, кстати? Ну, говорят, что нет, у нас нет ничего обязательного. Но другое дело, если будет принято решение, на ее базе будет электронный паспорт гражданина России. Ладно, делаем паузу, слушаем новости, а потом продолжаем. Ну что ж, продолжаем наш сегодняшний разговор. Говорим мы о кредитных картах, как выбрать оптимальный продукт на рынке. У нас есть звонок, давайте его послушаем. Андрей, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый день, Олег, это я вам писал. Я просто пояснил пару моментов. Хорошо. Кавер, это американская карта, которая позиционируется на middle и ниже middle сегмент. Ее отличительная черта – это хороший кэшбэк. А по поводу вот этой статьи, смотрите, если идет пиновая операция со страшением пин-кода, там вопросов нет, банк никогда не возвращает. А если не сняли скинг, то называемое мошенничество, по текущей ситуации нужно доказывать банку, что ты дурак, как клиент-держатель. А новый закон будет банке обязывать, чтобы они просчитывали риски и так называемое понятие – знать своего клиента. У нас, как я убеждаюсь, никто не знает своего клиента. Я обслуживался в 14 банках, 14. Я нашел для себя два хороших банка, с которыми нет проблем. А вот в этом и нюансе именно скингом. Понятно, Андрей. А не умеет считать риски. Спасибо, спасибо, до свидания. Это Андрей, который нам писал, вот сейчас он вышел в эфир. Значит, я так понимаю, в его рассказе, да, две основные моменты. По поводу Discovery он сказал, что там вот кэшбэк, да, и это может заинтересовать. Middle – это что, это какой уровень? Средний. 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 То есть он вот выходит на рынок, надеясь окучить именно средний класс. То есть он будет биться с любимым мною русским стандартом. Удачи. Ты будешь рефери на ринге, ты будешь разнимать их будешь. Ну, дай бог. Вот. А второй момент, вот опять по поводу, да, этого закона, этой поправки. Вот Андрей, видишь, аргументировал то, что речь идет о том, что без, да, без ввода ПИНа, да, я не расслышал. Да, 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 операции на основе ПИНа, то есть ПИН, он считается аналогом собственноручной подписи. Ну, подозреваю, что опять же наш слушатель стал жертвой масс-пропаганды. Дело в том, что и сейчас, и потом банки будут доказывать в судах, что они не верблюды и так далее. Вопрос стоит только в том, когда деньги вернуть клиенту, после решения суда или немедленно и до. Ну, смотри, вот если немедленно и до, да, то, что упираются они, после решения суда, ну, предположим, может такая ситуация возникнуть, да? Значит, вот это проникновение на счеты, да, снятие со счета несанкционированное произошло, клиент обращается, банк возвращает деньги, и потом, значит, судебное разбирательство, и судебный решение. Банк выиграл. Судебное решение, банк выиграл, и что происходит? А клиента уже нет. Ну да, и денег у него нет. Он по закону о банках и банковской деятельности закрыл счет, получил деньги, ушел в другой банк. И чего? И банк со своим судебным решением будет за ним бегать и искать, возвернуть свои деньги. Мне кажется, что проблема как раз в этом. Ну, видимо, видимо. Ладно, я прошу прощения, хотя Максим вот против того, что мы УЭК обсуждали. Ну, два слова буквально мне скажите, да, вот. Нет, ну а что такое УЭК? Это фактически физический носитель средства идентификации. У меня есть средства идентификации, у меня есть электронный паспорт federalfinanceff.ru, у меня есть паспорт, выданный родным ФМС Российской Федерации. Что-то дополнительное, не знаю. У меня есть идентификатор на госуслуги. А это будет дополнительное или после того, как мне УЭК выдадут, у меня отберут гражданский паспорт, заграничный паспорт, все отберут, скажут, теперь ты здесь. Ну, план именно такой. Потом, не сразу, но потом. На первом этапе это, безусловно, будет дополнительным. Дополнительный момент, да. Ну, я в видео читал обсуждение о том, что на базе УЭК планируется в будущем сделать электронный, физический электронный паспорт. Ну, ладно, я понял. Давайте, это немножко не в тему. Я думаю, мы, как некоторое время назад, специально по этому поводу соберемся и поговорим о перспективе вот этой идеи. И давайте вернемся. Итак, мы говорим о кредитных картах, говорим, как выбрать оптимальный продукт на рынке. Список у нас уже, смотрите, внушительный. Процентная ставка, да, зеленый период, снятие наличных, дополнительные услуги, бонусы, партнерские программы и так далее и тому подобное. Еще. Какие еще преференции могут быть при выборе этого самого оптимального продукта, Максим? Могут быть какие-то дополнительные приложения, которые, допустим, позволяют оплачивать карты и проезд в метрополитене на общественном транспорте. Так. Такие карты уже есть, они уже предлагаются. То есть, фактически, карта с банковским и транспортным приложением. Далее сейчас развивается стандарт бесконтактной оплаты. Это что? Это PayPass, PayWave, это стандарт, который позволяет делать микроплатежи без фактически, там, касанием карты до считывателя специального, там, находящегося в магазине. Что позволяет очень быстро и легко купить себе жевательную резинку. Например? Например. Что самое важное, не то, что только карточки появились с этим приложением, но и сеть постоянно растет, которая принимает такие бесконтактные платежи. Ну, это здорово. Хотя, опять-таки, такая все-таки спорная опция, это спорная преференция, нет? Мне очень нравится. Ну, тебе нравится, Андрюш, Толя, проси, пожалуйста. Тебе нравится почему? Потому что у тебя уже есть карта, и ты вроде бы... А мы сейчас говорим о том, да, человек должен сделать выбор. Верно. Он должен пойти туда. Представляете, вот выбор у меня. Все одинаковое, а здесь жвачку бесплатно можно, ну, не бесплатно, не прикасаясь к терминалу можно купить. И я пошел, сделал выбор. У нас в стране эта проблема, к сожалению или к счастью, пока не так актуально стоит переманить клиента из другого банка. На Западе уже достаточно давно это баланс-трансфер, там перевести, перекредитоваться. У нас в силу законодательных некоторых ограничений это пока достаточно сложно. И ты сказал, что это, слава богу, или наоборот, это плохо, это или хорошо? Это и хорошо, и плохо. Когда у нас, когда к нам это придет в полный рост, тогда будут люди обязательно вот эти вот маленькую сладкую конфетку учитывать. Ну, то есть, по аналогии с мобильной связью, то, что у нас мобильное рабство скоро отменят, и тогда оператору очень серьезно призадумывается про качество услуг. Серьезно. Сейчас они пока полурасславлены в состоянии. Но это большая проблема поменять номер телефона для людей, которые давно и серьезно используют его. Верно. Ну, а с точки зрения потребителей, это опять-таки какие-то дополнительные фишки, которые можно получить в дополнение к кредитной карте, тоже может иметь решающее значение. Ну, мы наблюдаем сейчас те же самые мобильные телефоны, в которые запихивают все, что только можно, да, и именно благодаря этому телефон продается, потому что, на самом деле, я, ну, большинство пользователей тех же самых телефонов, они эти функции мне пользуются. Конечно. Телефон нужен, чтобы звонить. Да, да, но то, что это у них есть, это приятно. Это приятно, да, это мелочь, а может быть и не мелочь, это опять повышает некую статусность, да, и лояльность. Да, недалеко нескольких дней назад также увидел там у знакомой девочки новый телефон, причем он именно вот такой, навороченный. И говорю, это что такое? Это телефон. А зачем он тебе такой? Ну, не знаю. А что ты с ним делаешь? Ну, что, звоню, конечно, смс-ки отправляю, ну, и вот тут есть игры, некие игры, я там не знаю. А еще чемпионат. А все остальное я не использую. Но зато это круто. Ну, это есть. Это есть. Еще один вопрос у нас. Олег, комиссия за конвертацию в тарифах может быть процент, а может быть и пять. Разница на комиссии велика. Это так? Бывает. Но это тарифная политика банков. Хорошо. Тогда вот давайте еще о чем поговорим. Времени немного, к сожалению. Но тем не менее, смотри. И даже раньше, когда мы встречались по этому поводу, да, был разговор о том, что уходит услуга банковская из некой реалии исключительно в виртуальную плоскость. Точно. Да, Максим? Абсолютно. Точно. Банком становится тесно в четырех стенах отделений. В четырех стенах отделений, в четырех стенах карты пластиковой, да, потому что ее тоже, наверное, скоро не будет, правильно? Как это выглядит, Максим? Ну, выглядит прежде всего, что мы живем в век высоких технологий, где самое важное, это, во-первых, информация, во-вторых, быстрое получение информации, быстрое принятие решений. Соответственно, точно так же сейчас большое значение имеет развитие систем дистанционного банковского обслуживания. И в случае там с кредитной картой, как средством платежа, рано или поздно, точно так же, как ушли чеки, уйдут кредитные карты в пользу каких-то виртуальных платежных средств, которые будут зашиваться в мобильный телефон. Скорее всего, да? Ну, да, 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 да. Поэтому мы находимся, так сказать, на полпути, до этого еще есть время. Еще долго-долго, да? Так что кредитную карту можно оформлять сейчас. Да, 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 мы успеем завести еще по кредитке, прежде чем, да, все это дело за ненадобностью отпадет уже. Но к тому времени кредитную историю уже хорошую будем иметь. Заработаем ее на кредитной карте. Хорошо. Так, ладно, значит, время заканчивается, буквально два слова скажите, ну, вот, резюмируя, так сказать, нашу сегодняшнюю беседу, да, по поводу этих соревнований. Самых предложений оптимального продукта на рынке карточных, на рынке кредитных карт, Толя. Это достаточно сложно. Ну, два слова буквально, не сложно. Сконцентрируй всю мысль, сконцентрируй в одной фразе. В любом случае, выбор кредитной карты, это дело каждого в зависимости от его потребностей. Но любой человек, который выбирает любую кредитную карту, он делает не только добро себе и банку, но и нашей стране. Потому что безналичные расчеты, это хорошо. Это хорошо. Видишь, как ты повернул неожиданно, оказывается, мы еще и некой степень благотворительностью занимаемся, да, мы... Дело государево. Да, на благо Родины, на благо Родины. Максим. Ну, могу добавить лишь, что кредитная карта, это дело хорошее и нужное. Она может быть рекомендована к приобретению, наверное, большинством слушателей. Соответственно, при оформлении карты отталкиваться рекомендуется именно от потребностей, от возможностей, конечно. И необходимо помнить также о том, что любые кредитные обязательства потом нужно на себе нести. И выполнять. И выполнять, да, об этом тоже нужно не забывать при оформлении, при принятии решения об оформлении кредитной карты. Кстати, вот там вся эта история мелким шрифтом-то, да, вот пункт, когда касаемый процентной ставки и вот там ссылочка мелкая, это все сейчас, все еще... Все будет гораздо хуже скоро. Существует? Да ты что? И процентную ставку, и все значимые условия нужно будет отдельным листочком подписывать клиенту, вот огромными буквами. Но это с точки зрения банкира рассуждения, а с точки зрения клиента, наоборот, он посмотрит лишний раз и убедится в том, что нужно это делать. Да, лучше, да, лучше. Убедиться, что все по-честному. Все по-честному, вот это самое главное. Хорошо. Итак, я благодарю моих сегодняшних гостей. Прежде всего, небольшой анонс. Россия стабильная или волатильная? На это и другие вопросы. Сразу после выпуска новостей будет отвечать руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской акварины наук Ольга Шиштановская. Участвуйте в разговоре. А я еще раз благодарю моих гостей. Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп. Максим Чубак, заместитель начальника управления программ лояльности Нордео Банка. Я благодарю и вас, мои уважаемые слушатели, за ваше внимание. Мы сегодня говорили о кредитных картах. В общем, все на благо России. Всего хорошего, успехов. До свидания. Спасибо.